на канале даниила и ларисы хочу провести обзор совершенно не рекламная акция а обзор нашей новой тестомесильной машины я очень долго заморачивался покупкой тестомеса причем хотел купить не комбайн а именно тестомесильную машину которая была такого бы нормального объема чтобы хотя бы можно было замесить тесто на несколько буханах хлеба ну вот в этой получается в частности замесить на 2 буханки хлеба купил я его в магазине клатроник ссылку на магазины описание самой машины я размещу в описании видео очень мне понравилось почему как бы эта машина изготовлена ну и вернее имеет бренд first австрия естественно в австрии она не изготавливается в этом практически уверен что меня привлекло в этой машине в первую очередь то что вот эти вот насадки эти агрегаты они все металлические они сделаны из алюминиевого сплава не пластмассовые второе меня привлекло привлек объем чаши 6 литров ну и собственно говоря ее мощность 1600 ватт сейчас друзья более подробно вам расскажу про этот механизм и так поехали подъемный механизм имеет вот такую вот ручку причем его можно зафиксировать нескольких положениях то есть опускаем фиксируем подымаем подымаем чаша чаша вынимается с поворота выполнена полностью из нержавеющей стали очень качественная венчики очень легко бы всяких заморочек провернул один венчик ставил другой то есть он вставляется проворачивается и все точно также и венчик для для густого теста значит предназначение венчиков какое этот венчик для взбивания взбивания всего чего угодно мы сейчас проведем эксперимент сделаем масло то есть из сливок сделаем сливочное масло с помощью этого венчика вот этот вот венчик для замешивания жидкого теста такого не очень густого и этот венчик который стоит час на тестами сильной машине он для густого теста как она работает вставляем венчик вставляем чашу проворачиваем закрываем и запускаем еще какой очень важный нюанс то что машина имеет плавный старт и плавную регулировку не сейчас я покажу сниму вот эту крышку надо снять венчик покажу как работает сам планетарный механизм опустили и включаем очень важное преимущество этой машины это плавная регулировка причем ну как бы я понимаю что first такая фирма достаточно ну скажем так я не могу сказать что эта фирма с какой-то очень известной репутацией то есть да у меня когда-то была капельная кофеварка first работала совершенно нормально но я всегда сомневался в этой надписи австрия вот очень добротно выполнена очень как бы я ее осматривал но самое главное друзья это цена этой машины это самое главное ее преимущество при ее вот таком вот достаточно внушительным внешнем виде аналогичные машины стоят от 17000 гривен я еле-еле за 10000 нашел подобную бушную машину эта машина новая стоит 2780 гривен причем с бесплатной доставкой от интернет-магазина ну повторяя не хочу сделать рекламу интернет-магазину хочу просто ну вот похвастаться той штукой которую я купил и я наверняка знаю что очень многие хозяйки и очень многие люди которые увлекаются там приготовлением хлеба увлекаются кстати для колбас это машина тоже необходимо потому что очень часто нам надо хорошенько перемешать колбасную массу прежде чем набивать в оболочку также допустим когда мы делаем люля кебаб и нам очень важно перемешать фарш чтобы ну чтобы разорвать разорвать вот эти вот белковые связи чтобы он был однородный чтоб люля кебаб не сваливался ну вообще применение у нее масса так вот я знаю что очень многие хозяйки хотели бы купить и хозяева естественно хотели бы купить подобную машину но все аналоги стоят запредельных денег итак друзья начнем с приготовления сливочного масла сделаем обзор сейчас покажем какая-то машина в работе мы наполнили чашу для миксера сливками и вот еще одна особенность то есть когда сейчас покажу когда емкость закрыта тут вот есть крышечка через которую можно добавлять продукты допустим засыпать муку если вы делаете тесто сейчас мы будем будем делать тесто божественно пахнут сливки конечно вот и продукты не будут рассыпаться и разбрызгиваться и включаем наш миксер то есть наша машинка сейчас работает в режиме мы миксим миксера включаем для того чтобы взбивалась масло как правило процесс приготовления масла занимает около 10-15 минут мы начинаем его взбивать и первое время ничего не происходит вот собственно говоря начнет когда появляться масло я сниму верхнюю крышку и покажу как она взбивается процесс взбивания масла занимает достаточно много времени то есть около 15 минут и сейчас мы проверим за одной проверим то есть мы до этого на этой машине делали только тесто процесс приготовления тесто занимает где-то 3-4 минуты проверим ее вот на ну как бы на длительное использование ничего ли не греется и как она себя будет чувствовать при вот таком длительном использовании ну вот друзья 20 минут мы взбиваем как бы тесто не сильная машина работает нормально масло почти взбилось то есть она не нагрелась она все 20 минут без перерыва работала на одних и тех же оборотов ну и практически масло взбито еще несколько минут и все будет готово а теперь друзья давайте посмотрим как наша тестомесильная машина справиться с вымешиванием фарша для люля-кебаба вот мы загрузили туда мясо сало лук специи мы будем готовить для кебаб и попробуем с помощью нашей тестомесильной машины приготовить фарш закрываем тестомесилку и включаем хочу показать как происходит вымешивание фарша на ура справился тестомес с вымешиванием фарша фарш для люля-кебаба вымешан просто идеально но мне очень нравится как работает эта машина отлично очень быстро вручную это заняло бы где-то 20 минут выбивать его вымешивать на машине три минуты и все просто идеально ну и друзья еще мы попробуем замесить тесто для хлеба для дрожжевого хлеба большую порцию сейчас подготовим закончим сля кебабом подготовим тесто и замесим еще тесто для хлеба чтобы уже окончательно но все функции полностью этой машины раскрыть следующим этапом попробуем приготовить большой объем тесто мы берем килограмм муки мы делаем хлеб на закваске и посмотрим как наша машина справится с большим объемом это на 2 буханки хлеба модно не еще на 2 буханки и не делали кстати делали только на одну буханку засыпаем все ингредиенты засыпаем муку килограмм муки друзья это не шутки сейчас будем смотреть как она справится поставим емкость очень удобно все легко ставится опускаем венчик и запускаем машину вначале на маленьких оборотах буду вам показывать что происходит отлично пока справляется большим объемом увеличиваем обороты я думаю что это тяжело исправляться с таким объемом но пока все хорошо и тесто практически уже замешан ну вот друзья смотрите максимум две минуты и на две буханки хлеба дрожжевое тесто но не дрожжевое на закваске у нас замешано это килограмм теста ну даже больше тесто здесь наверно полтора килограмма это килограмм муки только был еще почти литр закваски плюс сахар соль отлично справляется машина друзья могу и очень рекомендовать ну просто супер агрегат ну и перейдем к следующему этапу и теперь друзья приготовим тесто для яблочного пирога вставляем вот эту вот месилку которая для жидкого теста может оденем этот щиток защитный его снимал чтобы было видно масло чуть-чуть сюда вот так направляющие вот и защелочки 2 просто на тех опция защелкнулась да 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 очень просто разбирается собирается этот агрегат вообще до безобразия просто очень-очень все продумано как бы мне нравится ну и собственно говоря добавляем все ингредиенты которые у нас предполагают яблочный пирог но тесто для яблочного пирога давай мы теперь закроем включим и будем засыпать через через вот этот вот проем по мере перемешивания ингредиентов просто вот так вот сверху добавляем то что нам надо добавлять собственно говоря в зависимости от того что мы готовим не боимся что что-то где-то у нас разбрызгается я думаю надо остановить снять и счистить со стенок ложечкой ложечкой муку которая на них поприлипала не надо очень классно друзья что машина может длительное время работать без остановки вот мы и только что когда сбивали масло вы видели 22 или 23 минуты она у нас работала совершенно без остановки на максимальных оборотах и отлично себя чувствовала перед ну в связи с этим скажем так ну вот собственно говоря сколько времени прошло минута 30 секунд и наше тесто для яблочного пирога готово точно так же друзья за две минуты мы месим тесто для хлебушка ну сегодня мы не собирались печь хлеб в принципе не собирались петь не в печь ничего только собирались делать масло поэтому так как бы показываем на таком вот простом тесте но поверьте вместе тесто она для хлеба вот на две буханки это где-то полтора килограмма теста или меньше наверно меньше до тесто где-то получается месяц очень быстро где-то две минуты и у нас все замешано друзья вот такая вот машина чудесная очень рекомендую ее мне она очень понравилась повторяю еще раз это ну не реклама я просто снял обзор потому что очень доволен этим агрегатом ну ну реально агрегат суперский ну посмотрим конечно как он будет работать он у нас всего лишь две недели ну эксплуатируем его достаточно достаточно активно сейчас ну и друзья на этом видео обзор будем заканчивать надеюсь это видео было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для вас новые интересные видео кстати на этой неделе обязательно сниму обещанный обзор коптильни своей я ее уже довел до ума полностью она полностью готова дымогенератор работает идеально в общем будет будет обзор вот моей коптильни полностью всего и коптильни и дымогенератора спасибо за внимание друзья всего доброго пока